Итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим об Аполлоническом и Дионисийском в искусстве. Мы говорили о гениальной работе Фридриха Ницше, в котором он впервые сопоставил Аполлоническое и Дионисийское в искусстве, приведя этим в порядок огромное количество искусствоведческих точек зрения и взглядов. И сегодня же мы заговорили о глубине классической культуры, о глубине подлинной культуры, ее отличий от популярной культуры, где в популярной культуре существует один уровень, один ряд, а в подлинной культуре, в искусстве существует много рядов, много измерений. Я даже приводил в пример вам образ Раскольникова, который одновременно в том же самом действии, в той же самой статье является абсолютнейшим фашистом и одновременно тем же самым коммунистом, потому что убийство есть фашизм, а он сообщает, что он имеет право, потому что он сверхчеловек, а с другой стороны убийство старухи-проценщицы есть в свершении социальной или социалистической революции, потому что называется нападение на капитал, ликвидация капитала и его носителя-капиталиста. Ну, это парадокс, я его привел в пример для того, чтобы показать, что подлинное произведение искусства заставляет думать, а не просто принимать на веру. Я даже привел пример такой массовости, когда плакатность, а ты записался добровольцем, да вот записался или нет? Если не записался, ты негодяй, а если записался, все в порядке, ты наш, свой. Вот это вот и есть популярная культура. Она однозначно односторонна. Подлинное искусство, оно всегда заставляет думать. Цивилизация погибнет, если количество людей, которые односторонние, которые мыслят плакатно, принципиально, катастрофически превысит то небольшое количество людей, которые думают глубоко и у которых есть альтернативность и антиномичность мышления. Вот о чем мы говорили кратко в первой половине программы и начали слушать потрясающий первый фортепианный концерт Людвига Ван Бетховена, когда Бетховен был еще не глух, когда он слышал идеально, когда у него было счастливое время, когда все с ума сходили от него, влюблялись в него и хотели дружить и общаться, и денег он, приехав в Вену, получил немало. И вот в это время он пишет свой радостный, безумнейший антидепрессант из всей мировой музыки, первый фортепианный концерт. Мы прослушали всю так называемую экспозицию, то есть где оркестр пока играл, оркестр играл первую тему, в которой Аполлоническая и Дионисийская приведены в абсолютнейшую гармонию, потом вторая тема любви, в которой сначала все Аполлоническая, солнечная любовь, а потом Дионисийская, буйная, бурная, танцевальная, и потом услышали третью тему экспозиции, связанную со временами французской революции, то есть вот из-за этой темы, из-за таких тем Бетхоина считали певцом французской революции. На самом деле я уже сказал о том, что это так называемый золотой ход Волторн, это интонации, которые вошли в Марсельезу и стали героическими, революционными, а когда-то охотники в немецких лесах обменивались этими сигналами, чтобы найти друг друга, не заблудиться. Вот мы сейчас начнем с того, чем мы закончили. То есть вот эта третья тема, я хочу, чтобы вы еще раз ее услышали, она чудесная совершенно, такая радостная, героическая, энергетичная, а потом начнет играть рояль, и он опять пройдет все эти три образа по-своему. Это будет и главная партия, планическая, дионисийская, и побочная партия женская, ласковая, нежная, прелестная, и заключительная, героическая, хотя шутливо героическая, радостная и с огромным количеством энергии. Вот так будет звучать экспозиция, когда уже вступает рояль в концерте, то есть концерт для фортепиано с оркестром. Итак, слушайте второе изложение, уже теперь роялем под аккомпанемент оркестра. Но вначале начнем опять с третьей темы, чтобы войти очень четко во вступление рояля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот как рояль вступит в женскую тему. Субтитры создавал DimaTorzok И так называемая французская тема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь закончилось то, что мы называем двойной экспозицией. Первый раз оркестр с этими темами, второй раз рояль с этими темами. Кстати, вы, наверное, заметили, вслушались и услышали, что после этой женской чудесной темы прозвучала вот заключительная французская тема, в которой в конце вдруг появились интонации с самого начала и ритмы. Пам-пам-пам-пам-пам, такое мужское начало, тот самый знаменитый культ мужского проникновения. Второй раз это все прозвучало у рояля с оркестром. Рояль смягчил образы еще больше, соединив аполлоническое, солнечное и дионисийское, эмоциональное, бурное. Теперь будет буквально несколько минут того, что мы называем разработкой, когда темы вычленяются, выявляются, выделяются, играют друг с другом, фокусничают, движутся в разные стороны, вступая в разные взаимоотношения. Ну, послушайте, что такое разработка? Разработка? Ну, вот я в своей книге «Тайный гений» опять же написал, что в сонатной форме скрыта формула всякого научного мышления. Если побочная партия не является доминантой, то есть главной целью, а главный у нас женский образ тут, прекрасный, поющий, да, то нельзя разработать. Здесь все в порядке, поэтому наступает разработка. Слушайте. КОНЕЦ 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 Ох, как я лихо прервал в самом прыжке! Я специально не говорил о том, как будет звучать разработка, для того, чтобы вы сейчас, те, кто внимательно слушали, сказали, пожав плечами, что это такое, он говорил о разных темах, во всем, а мы что-то не слышали этих разных тем. А что вы слышали? Ага, правильно, точно, вы слышали только главную партию разработанной, и то не вся тема, а только вот то начало. Пам-пам-пам-пам! И вот Бетхоин создал просто волшебство, чудо! Он построил эти минуты, эти три минуты разработки на совершенно сказочном, на совершенно каком-то дыхании, на восторге и печали, на том, как эта тема, которая была такой мужской, такой то аполлонически, прекрасно солнечной, то дионисийской, эмоциональной, бурной, вдруг стало в полумраке, в полушепоте, какой-то импрессионизм от французского импрессион, впечатление, и сейчас вдруг неожиданно гигантский скачок, и музыка впрыгивает в то, что в музыке называется репризой. Вы скажете, а что же это за разработка такая? А вот Бетхоин еще ранний, это потом у него разработка станет все больше и больше, все важнее и важнее, а потом у романтиков разработка станет самой главной частью музыки, то есть, чем больше экспозиционность, тем больше классицизм, чем больше разработчность, тем больше романтизм, Бетхоин еще пока весь гайдновский, он такой классичный, и когда в разработке он поиграл только эпизодом, только элементом, мотивом главной партии, он тем самым еще стопроцентный, слышащий, сторонник строгой венской классики, но уже чувствуется его неповторимый язык, неповторимая речь, неповторимая драматургия. А сейчас реприза. А вот в репризе все будет немножко по-другому. Что по-другому? А вот что? Появятся так называемые разработчные элементы, которых не хватало в разработке репризе. Послушайте. Итак, вы помните все темы. Первое. Пам-пам-пам-пам. Вот это мужской образ, да? Второй. Тот нежный, женский, чудесный, красивейшая мелодия. Мелодия любви. Третий. Французский, как мы его назвали, да? Французская революция. Вальдхорн. Валторны. Лесные рога. И в конце должны появиться опять в коде образы начала. Пам-пам-пам-пам. Послушаем, как это произойдет у Бетховена. Итак, слушаем до конца первую часть. Пам-пам-пам. 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 Пам-пам. Пам-пам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Солист должен показать свои возможности Бетховен сам писал некоторые каденции А некоторые каденции исполняются самими солистами Ну, здесь каденции Бетховена То есть, свобода у пианиста Он сейчас вам покажет, на что он способен Он сейчас пройдет опять по темам, по мелодиям Вы в который раз услышите их, узнаете И первую, и вторую, и третью И вот эти образы мужские Пам-пам-пам-пам И женский там-та-та-та-та-та-та И в французский, послушайте как И сколько виртуозности И сколько гармонии, и грации, и красоты И так, соло-фортепиано В конце первой части Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вот такая Замечательная, на мой взгляд Я думаю, вы разделяете со мной Мои чувства музыка И в ней полный баланс Аполлонического и Дионисийского То, о чем Ницше в своей работе Рождение трагедии Из духа музыки Определил как два Главных начала искусства, культуры, мышления Это великое открытие Которое лежало бы, казалось бы, на поверхности Потому что мы ведь наследники Повторяю, иудейско-греческо-римской Цивилизации Именно Европа Именно мы Приняли на себя Все основы Этой цивилизации И безусловно И Бетховен И Шекспир И Моцарт И Гёте И Данте И Шостакович И все, о чем мы говорим И о чем мы думаем Так или иначе Связано с этой цивилизацией С ее основами И когда мы слышим Бетховена То это словно Одна из кульминаций Которая существовала Еще в те времена В Древней Греции А на самом деле Еще раньше В ведийских культурах Мы просто продолжаем Эту традицию И когда мы Это подхватываем Когда мы с этим общаемся Когда мы об этом думаем То это значит Что мы По-прежнему находимся В рассвете Нашей цивилизации И те люди Которые умеют Знают И понимают Насколько нельзя Проиграть эту цивилизацию Насколько она еще Не исчерпала себя Ее культура Наверное Ну просто обязаны Это их человеческая Обязанность На этой планете Может быть для этого Мы все и появились Продолжать эту цивилизацию Передавать идеи Этой музыки Этой культуры Этого знания детям Для того Чтобы дети передали внукам И тогда не будет стыдно За нашу жизнь на планете Я обнимаю вас музыкой Ваш Михаил Казиник Субтитры создавал DimaTorzok